Екатерина Владимировна, рада приветствовать вас в студии телевидения Ульяновской правды. Спасибо большое за предоставленную возможность обсудить с вами ряд профессиональных проблем, которые касаются деятельности печатных средств массовой информации, я думаю, электронных средств массовой информации. Вот на третьем ежегодном форуме региональной СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности, который в августе во Владимирской области проводился, я знаю, вы участвовали в этом форуме. К сожалению, в этот раз не удалось, я была в отпуске. В отпуске были. Ну, вы традиционный участник. Да, ну, я его, можно сказать, так и организовывала, помогала организовывать регион. Вот там основными темами, как сообщалось, вот в средствах массовой информации стали взаимодействие с Федеральной почтовой службой России и включение региональных каналов в третий мультиплекс. Вот, ну, честно говоря, большинство наших коллег деловое сотрудничество с почтовым ведомством, наверное, больше волнует, чем третий мультиплекс, которого, по всей видимости, наверное, не будет. Ну, может быть. Давайте так же. Время покажет. Мы знаем, что вы активно взаимодействуете с Федеральной почтовой службой. Мы тоже стараемся выстраивать деловые отношения с нашим почтовым ведомством, региональным управлением, территориальным управлением. Правда, как-то не всегда получается найти какое-то такое полное взаимопонимание. Вот, например, в рамках оптимизации своей работы почтовики сократили число доставочных дней. И в том числе вот под это сокращение попала доставка муниципальных наших районных газет. То есть всего три дня только осталось на неделе, когда доставляется, ну, вообще вся почтовая корреспонденция. Я понимаю, это проблемы почты России. Мы знаем, потому что активно работаем с почтовиками, и конкурсы есть в рамках подписной кампании. Мы там и почтовые отделения районные газеты поощряют, и почтальонов. Но мы знаем, что у почтальонов, наверное, самая низкая зарплата, которая есть в Российской Федерации. Вот, ну, во всяком случае, в нашем регионе. А они у нас как бы главные помощники в рамках всех подписных кампаний. Наверное, в апреле этого года, я не знаю, участвовали вы или нет, был круглый стол, где участвовали руководители региональных СМИ, в ГУП «Почта России». Вот шел ли там разговор об этом? О повышении зарплаты почтовикам, о какой-то оптимизации во взаимоотношениях с печатными изданиями, с издателями? — Спасибо за вопрос. Я начну по порядку, чтобы не смешивать, потому что, по сути, в вашей речи сейчас прозвучало много вопросов и полувопросов, скажем так. Действительно, у Министерства связи с Почтой России очень тесные взаимоотношения. Ну, во-первых, Почта России подведомствами на Минкомсвязи, да, с определенного времени. Поэтому тут уж ни Почте России, ни Министерства связи задеваться некуда. Действительно, правильно вы сказали, у нас налажен конструктивный диалог, и, в принципе, все проблемы, которые возникают у издателей, у средств массовой информации, у подписчиков, мы стараемся оперативно решить с Почты России. Но, к сожалению, субъектов много, почтовых отделений тоже достаточно много, и, наверное, у Федерального центра не всегда есть возможность быстро реагировать, и, наверное, скорее даже правильно будет сказать, не всегда они знают о том, что где-то на месте допускаются какие-то, ну, так скажем, оплошности, да, со стороны, ну, конечно же, не почтальонов, а, скорее всего, руководителей почтальонов, потому что почтальонам выдает задания и ставит перед ними задачу непосредственно руководитель того или иного местного отделения. — Спасибо большое. — Мы с удовольствием ответим на любые вопросы, ну, либо решим локальные какие-то проблемы, находящиеся на данный момент у вас в регионе. Что касается почтальонов, конечно, это очень больной вопрос, действительно. Минимальная ставка сейчас составляет 8 тысяч рублей. Понятно, что в некоторых селах почтальоны работают зачастую на полставки, ну, потому что, как правильно вы обратили внимание, что сокращается... — Число почтовых отделений. — Да-да-да-да, абсолютно. То есть и доставка периодических печатных изданий, соответственно, постепенно, да, сокращается, ну, где-то схлопывается. Это все связано, естественно, с логистикой Почты России. И Почта России такое, ну, монументальное крупное предприятие. Но эти вопросы всегда поднимаются, всегда, всегда жарко обсуждаются. Допустим, могу отметить, что в прошлом году, я понимаю, что, наверное, к окладу 8 тысяч, но это, я говорю, самый минимальный. Понятно, что в регионах оклады разнятся. То есть в среднем была повышена окладная часть порядка 10-15% в прошлом году. В этом году также до 15% прошло повышение тоже окладной части. То есть на эти цели Почта России направила фактически 11 миллиардов рублей. Это достаточно крупная сумма, это в том числе на поддержку почтальонов. Потом в этом году была введена новая система премьирования почтальонов. Допустим, если в прошлом году процент от оклада составлял 15%, то, соответственно, в этом году данная часть окладная была уже повышена на 30%. То есть премиальный бонус составляет 30% от оклада. Ну и если, понятно, почтальон выполняет ряд коэффициентов эффективности. Ну и в том числе доставка, понятно, вовремя доставляется почта. И плюс еще существует 4% сетевой бонус на каждую подписку. То есть чем больше почтальон подписывает, тем больше он получает бонусов, сетевых бонусов. Ну это тоже такая... Ну то есть получается, если раньше почтальон, может быть, не был заинтересован в подписке, возможно, да. Я не говорю про всех почтальонов, потому что в регионах разные ситуации совершенно. Вы правильно заметили, что редакторы, которые заинтересованы в своих почтальонах, которых и знают очень много и много лет, они действительно премируют сами почтальонов. Зачастую даже недавно, буквально, по-моему, в прошлый понедельник обсуждали, в том числе этот вопрос, из Ростовской области, по-моему, если я ничего не путаю, Вера Николаевна Южанская, постоянно премирует почтальонов вплоть до путевок в санатории, курорты. И зачастую эти почтальоны, они даже не визжали из своего села там, да, там... Никогда. Да, никогда. И они даже, многие отказываются от этой путевки, потому что они просто боятся выехать за пределы своего дома, за пределы своей территории. Понятно, что это очень больной вопрос. Конечно, возможно, тех повышений, которые уже прошли, но и это уже многое на самом деле, может быть, недостаточно. Естественно, и в 2017 году руководство Почты России будет уделять данному вопросу внимание. Ну, мы надеемся, что всё-таки наступит то время, когда профессия почтальона станет престижной. Я не могу сказать, что прибыльной, но хотя бы престижной. Мы почему лоббируем интересы почтовиков, да, такая какая-то неожиданный поворот темы, потому что, ну, это тандем, который работает на протяжении долгих лет мы уже... Десятилетия. Да, мы понимаем, что это наши помощники, и как бы мы ни строили альтернативные пути распространения газет, всё равно почтальоны сегодня остаются для нас основным, скажем так. И мы понимаем, что да. Поэтому, да. И наших редакционных конкурсов, конечно, недостаточно, которые тоже стали вот за это время уже традицией. Отдать-то должны и нашему местному почтовому ведомству Ульяновскому, потому что они и дни подписчиков проводят совместно с нами, и очень активно продвигают вот всероссийской декады подписки. И у нас идёт взаимодействие, вот мы так достаточно оперативно мониторим ход подписки, то есть обменяемся данными. Мы нормальные взаимоотношения выстроились с нашим управлением, они дают нам сведения, нам дают сведения руководители почтамтов, которые в сельской местности. Ну вот хотелось бы, вот Ирина Михайловна упомянула альтернативную или редакционную подписку. Вот хотелось бы сказать, что в последние годы вот этот элемент, он очень активно развивается. Понятно, что он развивается не от хорошей жизни. Это случилось вот на волне вот того повышения на 40-процентного, когда Почта России, так сказать, значительно повысила свои услуги. И поэтому редакции начали задуматься о том, а как вот без Почты России обойтись, чтобы подписка для населения не была обременительной. Ну и вот придумали редакционную, то есть когда человек выписывает газету в редакции и потом приходит за ней сам. Или когда редакция выписывает там на какое-то юридическое лицо, там на больнице, например, и сама привозит там энное количество экземпляров. Вот мы тоже мониторинг такое ведем и хотели бы сказать, что вот по итогам подписки на районные газеты Ульянской области на второе полугодие 2016-го вот альтернативная подписка составила 6778 экземпляров. То есть это порядка 8% от общего числа тогдашних подписчиков. Там было 52 681, ну подписка была. В первом полугодии 2016-го года объем вот этого вида подписки чуть меньше был, 5216. Вот в первом полугодии 2017-го года вот у нас процент уже возник до 10%. То есть 10% всей подписки это альтернативная подписка. К сожалению, ну как мы констатируем, мы могли бы и наши коллеги, особенно, ну мы речь о районных газетах в первую очередь ведем. Они бы могли и больше взять на себя, но их подводят, они берут только райцентры. То есть здесь они могут объехать, обойти, раздать. К сожалению, там везти в какие-то отдаленные села, где там 5 человек подписали газету, тратить бензин. Ну у некоторых, тем более там не такие уж свежие машины, так сказать, невозможно. А вообще вот как вы считаете, ваше мнение вот о самой этой альтернативной подписке? Ну знаете, редакционная подписка, мне кажется, все-таки была всегда. Это не только на заре отмену субсидий Почта России, она организовалась, да, там. Ну может быть, редакции стали уделять больше внимания данной подписке. И формы, наверное, разные она стала приобретать. Это да, возможно, потому что резко взлетели тарифы, но опять-таки они взлетели не по вине Почты России, да, потому что произошла отмена субсидий, 3 миллиардов, да, порядка 3 миллиардов рублей. А на момент, соответственно, отмены субсидий убытки почты уже составляли еще 3 миллиарда рублей. То есть 3 миллиарда они не покрывали, да, там с 2008 года изначально они худо-бедно покрывали, потом, соответственно, все равно у нас дорожает электроэнергия, у нас дорожает, понятно, бензин, у нас дорожают трудозатраты и так далее. То есть этих денег стало просто не хватать. И уже на момент отмены Почте России требовалось порядка 6,5-7 миллиардов рублей для того, чтобы субсидировать подписку. Второй момент, вы правильно сказали, то есть если райцентр, понятно, лакомые куски, они всегда удобны и выгодны. И они удобны и невыгодны не только, допустим, да, как и редактор может, условно говоря, дать свою машину, да, и чтобы этой машиной быстро развезли по ключевым домам и так далее. Но поселок, а у нас, вы знаете, расстояние России, они колоссальные, есть от пункта А до пункта Б, там, 400-500 километров пути по бездорожью. То есть это не какие-то федеральные трассы где-то и сел, там, да, и за 5 часов доехал. Это бездорожье. У нас, по сути, в таких местах остается монополистом Почта России. Это единственный, кто может доставлять туда, не то, что он хочет. Возможно, и Почта России бы отказалась бы, да, для нее это тоже неприбыльный вид деятельности, это понятно. И за счет вот таких маленьких удаленных территорий, по сути, и растут как бы тарифы у нас, получается, именно так, что где-то Почта России перекрывается, где-то там тарифы меньше, где-то тарифы больше повышаются. То есть это тоже все не просто так, это все экономика предприятий. Все-таки Почта России у нас это коммерческое предприятие, несмотря на государственную задачу. Государственный пакет, да, вернее, пакет акций, голосующих 51% у государства, это понятно. Но основная задача Почты России – это получение прибыли. Как бы то ни было, это, ну, может быть, странно, это звучит не странно, но это так. И получается, что именно в этих удаленных уголках страны, где это никому не выгодно, где это не выгодно ни редакторам, ни альтернативным доставщикам. У нас же не только Почта России, да, доставляет периодические печатные издания. Понятно, что у нас гораздо больше игроков на рынке, но этим игрокам интересно Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, то есть крупные города. Им не интересно там, не знаю, село Знаменское в какой-то области, да, там, возможно. И поэтому вот мой ответ – альтернативная подписка – это всегда хорошо. Это конкуренция. И, по сути, альтернативная для Почты России подписка – это же один из основных видов деятельности, по сути. Может быть, он не является превалирующим, но, тем не менее, подписка также Почте России приносит прибыль в определенных регионах. И, соответственно, Почта России, если у нее забирают какие-то лакомые кусочки, она же тоже, ну, как бы, это немножко подстегивает, это тоже является определенным стимулом для того, чтобы более качественно относиться к подписке. И, по сути, основная сейчас, вот, помимо тарифов, понятно, повышение тарифов – это, да, это определенная болевая такая точка проблемы. Но, по сути, сейчас редакторы говорят о чем? Что мы готовы платить, но вы доставляете нам ее пять раз в неделю, так, как обязаны вы ее доставлять. Вы берете за пять раз, да, там, за доставку пятиразового тиража, вот вы ее и доставляете. И, то есть, и сейчас речь идет именно о своевременности доставки, о качестве доставки. И, на мой взгляд, альтернативная подписка – это достаточно такой хороший хлесткий стимул для того, чтобы Почта России больше уделяла внимания именно этому вопросу. Поэтому, да, я не знаю, как Почта России к этому относится. Нет, Почта – это не очень рада. Тут не хватает еще одного собеседника. Нет, Почта не очень рада, потому что это же бизнес-игрок. Конечно. И мы тем самым, так сказать, выписывая себя в редакции, мы лишаем их части прибыли, так сказать. Поэтому нравится не может, но они вынуждены с этим соглашаться. Ну, мы в условиях рынка работаем. К сожалению, только штатное расписание наших районных газет, они за последние, там, 10 лет существенно претерпели изменения, не только районных и областных. То есть оптимизированы уже до такой степени, что лишних игроков там нет. А ведь логистика, доставка – это же отдельное направление. А сегодня там 6-8 человек работает в районной газете, и менеджера, который там этим занимается, или бухгалтер, который, к счастью, остался. Вот у нас они формы областных автономных учреждений имеют, но они оптимизированы как бы до предела. Вот, и поэтому можно развивать, но это нужно брать уже профессионалов, которые все будут выстраивать эту логистику. Вопросы для оптимизации сейчас, наверное, такой модный вопрос, потому что оптимизируется все и вся, в том числе и госслужащие, конечно, тоже оптимизируются. Но ведь есть экономические величины, а есть, как я уже говорила, государственные задачи, да? Вот как рассчитать те риски, которые мы получим, возможно ли вообще это рассчитать? Да, Почта России монополисты, у нее есть сеть. Мы должны помнить о том, что следующее за нами поколение тоже должно читать, и не только, наверное, со мной. Абсолютно согласна с вами, я сама активна. Читатель, и именно читатель бумажной продукции, скажем так, бумажных книг, бумажных журналов, газет, хотя, ну, понятно, гаджеты никто не отменял, и зачастую иногда удобнее пользоваться. То есть быстро нашел, но это не требует какой-то аналитики, то есть каких-то трудозатрат. Ты быстро вбил 2-3 слова и, соответственно, получил уже вопрос. При этом, ну, я считаю, что основной минус гаджета, он, наверное, нас уже не разучит, а вот детей, которые быстро получают информацию, которым не надо там библиотека проводить несколько часов, они у нас просто разучатся анализировать. То есть они знают, что они могут быстро получить ответ на вопрос, и даже не задумываясь о том, почему это так, а не иначе. Раньше мы, прежде чем получить этот ответ, должны были перелопатить какую-то, ну, гору-не гору, но какую-то часть литературы. Я немножко отвлекусь, да, я прошу прощения, да, что перебиваю, но в продолжение темы, в подтверждение ваших слов, из интервью сегодня журналист пришел, у нас есть такая рубрика «Здравствуйте, доктор!» И вот он рассказывает, что доктора, детские врачи выводят новый диагноз, это зависимость, это синдром айпада. Она с ужасом, этот доктор рассказывала о том, что дети на вопрос, который задает доктор, там, зеленый, белый, большой, маленький, дети делают вот так, то есть он отвечает, как если бы он отвечал, сидя вот за планшетом. То есть это же проблема общения, на самом деле, наши дети, они скоро разучатся. Раньше я помню, да, свое интервью, когда наши доктора говорили, что было такое синдром моста, да, для Ульяновска это была проблема, когда был один мост, и вот эта вот зависимость от поездки, которая, ну, должна была, вот, пересечение моста с его проблемами, там, пробками, там, холодом, чем-то еще, там, снегом. То сегодня вот такой вот диагноз, так что двигается, все, жизнь вносит свои коррективы. Кстати говоря, вот о том, что народ еще продолжает любить читать и читает, вот, районные газеты, это как раз хороший пример. Вот у нас районные газеты, тираж, подписной тираж, вот их стабилен уже на протяжении, может быть, лет семи. То есть вот они что-то теряют, ну, вот это все зависит от повышения тарифов, отнижения там, ну, где-то потеряли, потом на следующий подписанный период набрали, потом опять потеряли, набрали, но он стабилен. То есть это говорит о том, что в сельской местности и основной контингент подписчиков, это не те люди, которые ходят каждый день с планшетником. То есть людям интересно узнавать именно о жизни своего региона и своей малой родины. И мы сегодня подметили такую характерную особенность. То есть вот раньше, и мы, кстати, в городах здесь, мы выписывали там федеральные газеты, федеральные там журналы, областные газеты, ну, и какие-то специализированные издания. Я футбол, хоккей выписывал всю жизнь. То есть сегодня люди выписывают, вот на селе, они уже не выписывают федеральные издания, ну, во-первых, дорого. Да, они не выписывают уже региональные издания областные, вот у нас, кстати, областные газеты, они теряют каждую подписную кампанию. А вот свои родные районные газеты, они оказывают внимание. То есть вот оно такое стабильное, постоянное. Почему? Потому что в этой газете они смогут прочитать о каких-то своих знакомых, друзьях, там, можете о себе даже. Конечно, поздравить кого-то с днем рождения. Да, да, у них есть такая возможность, то есть это вот то, что рядом, что близко, вот что им дорого. Поэтому, слава Богу, когда говорят о том, что сколько лет еще жить районным газетам, мы всегда отвечаем, не дождетесь. Не дождетесь еще ни одно поколение. А Ирина Михайловна, вот, хотела продолжить разговор о подписке, но вот такой интересный аспект, я думаю, его надо нам с вами обсудить. Ну, меня волнует тема досрочной подписки, точнее, той анекдотичной ситуации, которая сложилась у нас в этом году. Так получилось, что сначала было объявлено вместе с Почтой России проведение подписки на первое полугодие 2017 года. Мы зазвали своих читателей, они с удовольствием последовали нашему призыву. А с 1 сентября, когда начался основной подписки, мы вновь объявили о том, что есть смысл подписываться на газеты именно сейчас, потому что именно в этот момент мы получили вот это подтверждение 30-процентной скидки, как социально значимые, ну, будем правильно использовать терминологию, издания, которые, ну, вот, проповедуют социально значимое направление, скажем так, да. И получилось, что те, кто подписался до, остались в проигрыше. И мало того, у нас еще была декада подписки первая, которая в октябре была, где были снижены цены еще на 15%. Ну, потому что там плюсуется скидка издателей Почтой России. Совершенно верно. И да, то есть была скидка с 1 сентября на основной этап подписки, плюс 15 это, то есть самый такой льготный период оказался на время декады. И вот как сейчас вот была декада, декабрьская. В итоге получилось так, что, например, на самый тираж на нашей газете «Барышевские вести», у нее тираж около 8 тысяч экземпляров, это вообще, я думаю, даже в некоторых регионах такого тиража, районок нет. Значит, у нее в досрочку подписалось около свыше 500 человек. А когда начался основной этап подписки, они начали звонить в редакцию и говорить, ребята, а что мы подписались вот по этой цене, а вот вы с 1 сентября там на 10-15 рублей дешевле. А с 1 октября она, редактор вот этого издания, она звонила нам и говорила, я не буду делать никакую скидку. А там правило такое, не делает редакция, не делает почта. Почему? Почему ты не хочешь делать? Она говорит, ну я не знаю, потому что тогда еще будет дешевле, а те люди, которые подписались, значит, они-то обижены остались. И вот мы сейчас думаем, как бы сгладить свою вилу, хотя вилу это не нашу. Будут ли учтены уроки, да? Будут ли учтены уроки, и успеем ли мы там к следующему полугоду? Поэтому вопрос, а может быть вообще стоит отказаться от так называемой досрочной подписки и действие вот этого 30-ти процентного льготного тарифа почтового ввести вот с самого начала объявления подписной кампании на очередной полугодие. Вот мы объявляем там с 1 апреля на следующее там 2-е полугодие 17-го. И вот с этого момента начинает действовать, например, 30-ти процентная скидка. Вот про декады подписки мы попозже чуть-чуть поговорим, потому что это тоже очень важно и актуально. Это хорошо, я по порядку буквально прям. Да, действительно, произошел вот такой казус. Но он как раз был связан с тем, что у нас резко выросла скидка на подписной тариф. А выросла она потому, что суммировались прошлые скидки Почты России, и, соответственно, стала одна объемная скидка. Но изначально, когда перечень формировался на первое полугодие 16-го года, он такой был, ну, скажем так, пробным. И локальным. Да, да, да. То есть на период декад. 30%, но на уже весь подписной период. А в первом полугодии 17-го года, про который вы сейчас как раз сказали, у нас случилось следующее, что всех скидки схлопнулись и составили одну и большую, 30%. И, наверное, здесь Почта России совместно с Министерством сведений не просчитала, что действительно получится такая немножко обидная ситуация для тех, кто подписался по более высокой цене. И я так понимаю, что она была, ну, может быть, незначительно выше, но рублей 100 там наверняка люди как бы потеряли в своем бюджете. А это все-таки... Ну, для села это много. Ну, это много, конечно. Это и хлеб, и молоко, там, ну, и масло, ну, что хотите, да, что угодно. Поэтому, да, ну, это уже случилось, и этого назад не вернуть. Это мы прекрасно понимаем. Теперь, что касается досрочных компаний следующих. Ну, собственно, досрочные компании — это традиционная акция, которая, собственно, проводится Почтой России, в том числе и по просьбе издателей. То есть, это не то, чтобы не пожелание Почты России, это заинтересованность именно издателей досрочной компании. Мы, естественно, учли уроки прошлому, но мы не то, чтобы их даже учли, а у нас получился список на втором полугодии 2017 года, он еще увеличился. И у нас теперь в него входят более 2,5 тысячи изданий. И, соответственно, убытки Почты тоже увеличились. И эта скидка теперь будет составлять не 30% на второе полугодие 2017 года, а 20%. И плюс 5% для тех изданий, которые будут включены в каталог Почты России. Вот эти проценты, 20 и 5, они будут с основного этапа подписки, да? Нет, смотрите. Или с какого этапа они будут действовать? 1 апреля, по-моему, да, если я ничего не путаю. Да, это досрочка объявляется. Досрочка 1 апреля. Нет. С основного этапа подписки и весь подписной период будут действовать 20 плюс 5. Ну, до 25 июня. И я вот хочу просто особое внимание обратить и вас, и ваших зрителей, и слушателей, что данные условия 20 плюс 5 для тех, кто входит в каталог, сохранятся на весь 18-й год, на весь подписной период 18-го года. И условия меняться не будут. И не будут повышаться тарифы в 18-м году вообще. То есть и данная... Одна хорошая новость. Ну, почему одна? А вот сейчас объявят, когда Почта России, она не будет повышать свои тарифы? Повысят на 10%. Вот. Ну, то есть получится так, что они... На второе полугодие 17-го года будет повышена. 10% они повысят, а тут 5% скинули, был 30%. То есть все равно какой-то идет это... Да, ну, у нас Почта России, если за 15-й год именно по подписным акциям, да, я беру только подписные акции, составляла 2,2 миллиарда рублей, то уже за первый полугодие 16-го года убыток 1,3 миллиарда. Ну, то есть... И список растет. То есть... Ну, а возврата к государственной поддержке уже не будет? Ну... Потому что мы знаем, что вот среди депутатов там ходит разговор о том, чтобы вообще вот эта вот доставка периодически печатных изданий ввести как социально значимую услугу. То есть, ну, по сути, она, так сказать, государству это нужно, чтобы народ был информирован о действиях, решениях властей. Ну, естественно, государству это нужно, и, естественно, если... А как бы занимается этим частная компания? Ну, смотрите, у нас сейчас получается в бюджете Министерства Роспечати, да, подведомственного Министерства Роспечати на всю политику в сфере СМИ, по сути, да, это и гранты электронным и печатным СМИ, в которых наверняка вы тоже принимаете участие, и, соответственно, предоставление субсидий определенным федеральным средствам массовой информации. У нас сейчас дефицит по этим направлениям составляет более 30 миллиардов рублей. То есть, на данный момент, на 2017 год. В бюджете недозаложено. Поэтому вопрос, ну, наверное, вопрос к возврату субсидий, он может быть задан и прорабатываться, наверное, да, как бы тут это естественный момент. Но будут ли возвращены, тут вопрос, знаете, скорее риторический. Такой тоже актуальный вопрос по бумаге. У нас буквально на днях 6 декабря состоялась встреча, я думаю, тоже просто это вам будет интересно. Да, да, это очень важно. У нас состоялась встреча крупных издателей, типографий с производителями бумаги. Ну, их тоже по пальцам одной руки, там, да, ну, максимум двух можно пересчитать. Ну, это Волга, понятно, Соликамзгумпром, Монди. Все они присутствовали на нашем совещании, на рабочей встрече, которую проводил Алексей Константинович Волин, наш курирующий замминистра, который, соответственно, курирует средства массовой информации, эти вопросы. И был и представитель Минпромторга России на данном совещании, ну, собственно, который курирует ЦБК, целлюлозно-бумажное предприятие, комбинат. Вот, и, естественно, никто тоже же не оспаривает вопрос повышения, но вопрос повышения индукционного, скажем так, цены, да, там, в зависимости от инфляции, а не, ну, как захотел, так и повысил. Вот мне сегодня выгодно так, и я, по сути, сегодня монополист, а мы знаем, что у нас объемы выработки и доставки бумаги именно на внутренний рынок, они сокращаются. Естественно, выгоднее продавать бумагу, в том числе газетную, за рубеж, то есть там наши предприятия, они пока еще конкурентоспособны, да, за счет низкой цены, ну, высокой цены доллара, понятно, и нашей низкой цены. — Ой, интересно, а газету «Тайм» печатают на русской бумаге? — У нас единицы газет печатают на иностранной бумаге, потому что… — Мне просто не задумывалось. — Ну, это глянец только, наверное. — Ну, глянец, естественно. Мы говорим про газетную бумагу, на газетной бумаге я знаю точно, что иностранного происхождения печатают с ведомости, это 100%. — Да, да. — Ну, там и качество бумаги немножко другое, там, не пачкают руки и так далее. Так вот, был принят ряд, ну, мне кажется, по крайней мере, уже начали договариваться о ряде принципиальных решений, например, чтобы повышение цены, опять-таки, индексационное повышение цены, оно происходило до того момента, как все договорились о подписном тарифе, то есть о цене на подписку. — Базовое сначала выявили. — Да, то есть сначала, вот условно, бумажный комбинат выдвигает определенную цену, и он эту цену держит год, чтобы издатель мог себя комфортно чувствовать, чтобы не получилось так, что сегодня он подписал этого человека, ну, допустим, за 500 рублей, да, а завтра получил повышение цены на 15%. И, соответственно, он уже не может сказать читателю, уважаемый читатель, вот у меня такая ситуация, мне повысили цену на бумагу на 15%, пожалуйста, доплати мне еще там иную сумму денег. То есть это невозможно. И понятно, что издатель несет убытки определенные, да, там, ну и репутационные риски, потому что он может просто и прекратить выпускать издание, у него просто не может оказаться на это средств собственных. Тем более сейчас все живут в долг, да, там, и печатаются в долг, там, под реализацию, ну, то есть это тоже достаточно сложный процесс. И поэтому вот уже, по крайней мере, мы нашли какое-то взаимопонимание у этих комбинаток, потому что им тоже невыгодно терять рынок здесь внутренний, что, соответственно, они будут повышать цену, если будут, да, там, на какой-то минимальный уровень, и держать ее, чтобы издатель уже знал, что все, в течение года он может на эту цену рассчитывать. То есть строить свою экономику, экономику своего предприятия. Он же тоже, собственно, работает не для того, чтобы, да, там, быть постоянно в долгах, ну, по сути. У нас у всех, у каждого бизнес, там бизнес, и здесь бизнес. Второй момент, о котором, собственно, тоже договорились, что сейчас общественные организации, общественные организации целлюлозно-бумажных предприятий и общественная организация нашей ГИБ, гильдии издателей периодических печатных изданий, они на площадке Минпромторга уже встречались в целях выработки и подписания некого меморандума, некого соглашения по ценам. То есть, ну, мы надеемся, что это тоже часть будет завершена, но, по крайней мере, у нас есть такие вот позитивные ожидания данного момента, что это будет сделано. И, естественно, было проинформировано руководство Минпромторга о том, что цены повышаются никак не на 5-8% в среднем, как нам они постоянно говорят, а гораздо выше. И, собственно, этот тоже момент надо отслеживать. Понятно, что есть запросы ФАС России, но они так долго рассматриваются. Пока они будут рассматриваться, у нас, извините, издания перестанут выходить. Тут надо тоже как-то более оперативно решать эти вопросы. И, собственно, вот на этих моментах мы так достаточно сильно уделили им внимание. И еще самый важный момент, ну, как такой, скажем, не то чтобы компромисс, а некая такая пугалка, жупел для ЦБК, для предприятий, да, целлюлозно-бумажных. Соответственно, шла речь о повышении экспертных пошлей на вывоз нашей бумаги. Ну, разумно. Соответственно, пока не насытит рынок внутренний, мы считаем, ну, вот позиции Министерства связи, то есть если для внутреннего рынка нет бумаги или она по очень неадекватной, высокой цене, то, соответственно, надо повышать экспертные пошлины, чтобы тогда не было ее выгодно вывозить, чтобы тогда переизбыток бумаги был на внутреннем рынке и стали снижать цену, вынуждены были снижать цену. Поэтому надеемся, что все-таки договоримся. Да, это очень приятно слышать, потому что, я думаю, многие наши руководители средств массовой информации с удовольствием послушали. Ну, вернемся вот к декаде подписки. Винтянных деревьев. Декада подписки у нас в этом полугодии было 2, октябрьская и декабрьская. Мы вот недавно здесь собирались с руководителями муниципальных, областных газет, и они пришли к уюту и сказали, что это здорово, что появилась декабрьская, особенно декада подписки. Что на будущее? Поделитесь, пожалуйста. Будет 2, 1. Смотрите, на будущий год мы, естественно, не собираемся отказываться от тех эффективных механизмов, которые были уже разработаны, внедрены, и которым все понятно, прозрачно и известно. Соответственно, на второй полугодии 2017 года будут также проведены 2 всероссийских декады подписки, и мы надеемся, что это тоже принесет определенные плоды, определенные результаты, как издателям, так и Почте России, здесь все две взаимы, на выгодных странах. Так что здесь без изменений, то есть практика сохранится. На первое полугодие 2018 года останется одна, ну, собственно, так и было всегда, потому что она короче, и неэффективно проводить 2 всероссийских декады, вернее, 2 всероссийских декады, а во второе полугодие 2017 года будет 2, да. Все остается по-прежнему. — Вот, а теперь мы хотим вернуться к инициативе Минкомсвязи, которую мы в прошлом году очень бурно обсуждали и поддержали. — Рейтинг грамотности. — Инициатива о рейтинговании средств массовой информации на медиаграмотность. То есть у нас даже вот специально был с губернатором даже такая неформальная встреча, где вот мы как раз тот рейтинг, который вот наши коллеги из института, по-моему, Пушкина сделали, и мы даже обсуждали критерии, там типичные ошибки, потому что... — А потом все затихло. — Да, нам показалось, что это нужно делать, потому что да вообще медиаграмотность, медиопросвещение, вот мы не случайно сейчас вот выходим на наше руководство, нашего региона, на губернатора, то есть медиообразование, чтобы ввести... — Мы же букву «Ё» ввели, у нас же есть памятник буквы, как нам тут, да. Вы успели погулять, я чувствую. — Или мы что-то пропустили, или просто наши коллеги из института Пушкина, они другой медиарейтинг делали. — Ну смотрите, на самом деле, ну можно так сказать, это была разовая акция, и мы в принципе не задумывались о том, чтобы она стала постоянной. Но, наверное, если это интересно и нужно, и вообще, мне даже вот интересно, мы с вами сейчас разговариваем, да, понятно, что некоторые моменты будут отфильтрованы, и, наверное, это хорошо. Сколько мы с вами сделали ошибок уже сами на протяжении сегодняшней передачи? Наверняка очень много, да, там, ну возможно, не грубейших, но какие-то были. Поэтому, если эта тема интересна, действительно востребована, возможно, есть необходимость к ней вернуться, соответственно, мы с руководством... — Потому что эта тема, она выводит на другую тему, повышение квалификации. — Я думаю, это журналисты, да. — То есть, и мы, кстати, вот у нас в регионе как раз тоже об этом серьезно задумаемся, потому что мы понимаем, что приходят даже вот те, которые выпускники с наших вузов работать в средств массовой информации, им уже надо повышать квалификацию. Не говоря о руководителях районных газет там или еще что-то, хотя мы проводим, но, к сожалению, средств закладывается в бюджет не так много, поэтому что возможно, то проводим. — Это возможно, и мы обсудим это с Институтом русского языка имени Пушкина, потому что тогда нас коллеги поддержали на самом деле, то есть это была наша инициатива, просто нам стало интересно. И такого исследования, ну по сути, да, там в российскую эпоху никто еще не проводил. — Да, было бы еще неплохо взять региональный какой-то сегмент, ну хотя бы, может, на… — У нас просто несколько исследований Институт русского языка имени Пушкина провел. Первое исследование — это было как раз исследование уровня грамотности средств массовой информации. Второе исследование касалось уровня грамотности уже разного уровня властей, региональных, соответственно, федеральных, муниципальных. Третье исследование касалось, собственно, интереса к изучению русского языка со стороны иностранных студентов, ну и иностранцев вообще в целом, в целях дальнейшего обустройства, трудоустройства. То есть третье исследование было, то есть мы уже с Института русского языка провели три исследования. То есть, в принципе, если эта тема действительно интересна, она такая нужная, актуальная, наверное, можно поднять, потому что институт русского языка имени Пушкина. — Кстати, вот тот медиарейтинг, который был, он подвиг наших коллег из некоторых средств массовой информации на введение каких-то специальных рубрик. И в районных газетах появились рубрики… — Введение русского языка уделяется достаточно внимания. — Да, то есть говорим правильно, как правильно говорить. У нас на радио дважды два, вот на нашей популярной радиостанции появилась программа, где обсуждает вообще произношение слова, откуда произошло, как… — Ну, это очень интересно. — Это очень интересно, потому что мы понимаем, что сегодня социальные сети, интернет, они немного искажают… — Трансформируют. — Трансформируют русский язык, сокращение, все прочее. И поэтому молодежь, она уже как бы некоторые слова и не умеет правильно произносить, как они в словаре. — Я думаю, что они искренне считают, что то, что они произносят, это правильно, верно. Хотя, наверное, задача русского языка как раз именно в другой, да, и наша с вами задача как раз научить… — Но тема, тема очень интересная, тема, ему вот, кстати, надо отдать должное вот вашему министерству, что вот на этот… — На такой уровне, на такой… — На такой ноте, да, была задана вот эта вот тема. — У нас, знаете, еще есть другие исследования, я тоже хотела просто буквально в двух словах сказать. У нас есть ежегодный рейтинг, устанавливаем, делаем на основе данных, которые нам предоставляет АРПП, это Ассоциация распространителей печатной продукции по уровню обеспеченности киосковой пресса. Это тоже, я считаю, очень интересный рейтинг. И, наверное, тоже, в том числе и властям региональным интересно у него заглянуть, на каком же я месте. Ну и, соответственно, возможно, сделать даже соответствующие выводы. — Вот скажите, пожалуйста, вот тот ежегодный форум, на который вы не попали в замечательный город Владимирской области, в 2017 году он будет проходить? — Он будет проходить. — И где? — Он будет проходить в Воронеже. — В Воронеже? — Да, на этот раз, потому что мы ежегодно посещаем Воронеж в разных составах. В Воронеже проводится ежегодный медиафорум, и, собственно, у нас уже такие хорошие партнерские взаимоотношения. И было решено, что следующий форум, всероссийский форум региональных печатных, он не печатных, региональных средств массовой информации будет проходить в городе Воронеж. Поэтому мы вас тоже с удовольствием приглашаем. — До встречи в Воронеже. — Спасибо. — Мне будет особое удовольствие туда поехать, потому что я заканчивал Воронежский государственный университет, факультет журналистики. И там очень много друзей. — Тем более. Так что будет в Воронеже, будет, собственно, освещаться. — А тема определена уже как базовая, как вектор движения. — У нас, понятно, мы рассматриваем проблематику в целом, да, те проблемы, которые существуют сегодня, а проблемы у нас, по сути, остаются прежними. Ну, где-то, может быть, какая-то ситуация улучшается, но, так скажем, не уходит совсем из поля нашего зрения. И лучшие практики, всё как обычно. Будут опять-таки подниматься вопросы по росту цен на бумагу. Если, соответственно, ну, мы надеемся, что уже что-то изменится, но в любом случае это не значит, что мы должны об этом забыть, положить в какой-то там долгий ящик. Потому что как только мы закрываем глаза, да, как только мы понимаем, что вроде как всё хорошо, становится не очень хорошо. Поэтому постоянно надо держать руку на курс. Второй момент, конечно, будут рассматриваться вопросы подписки. Собственно, это тоже одна из основных проблем. Вопросы сетевых изданий тоже, что там у них. Они, конечно, к нам меньше всех обращаются, меньше всех просят, но это не значит, что данного вида СМИ не существует. То есть им надо уделить достаточно внимания. Вопросы национальных СМИ, там тоже есть своя проблематика. То есть полный спектр проблем. Вообще, если честно, повестка формировалась. Такая большая дискуссионная площадка. Да-да-да, большая дискуссионная площадка, совершенно верно. С панельной дискуссией в первый день, ну, как правило. То есть у нас уже формат такой, подтвердивший себя. Первый день это у нас панельная дискуссия, а второй день это круглые столы разнообразные, да, там, чтобы было интересно всем. И телевизионщикам, и печатным СМИ, потому что у печатных СМИ свои проблемы. У электронных СМИ свои проблемы. То есть их не интересует, в принципе, Почта России в целом. Да, их интересует цифровое телевизор. Конечно, их совершенно другие вопросы интересуют. Поэтому, чтобы было интересно всем, и чтобы охватить как можно больше проблем, и, соответственно, там можно было бы обменяться какими-то мнениями, пожеланиями, что-то под карандаш записать, возможно, что-то внедрить. Большое спасибо вам. Знаете, я хотела тоже поблагодарить, собственно, вас, во-первых, за то, что пригласили. Во-вторых, хотелось бы поблагодарить организаторов вчерашнего большого исторического собрания. Я думаю, что организатором, собственно, этого действия был ваш губернатор Сергей Иванович Морозов. И большое спасибо. Собственно, получила колоссальное удовольствие. Помимо того, что в целом на высоком уровне прошло само мероприятие, еще удалось познакомиться с городом, посетить ваш замечательный музей Ивана Андреевича Гончарова, просто прекрасный музей. Вчера побывать удалось на спектакле в Новгородском театре, в Новгородской труппе тоже. Ну, такие очень позитивные, положительные эмоции, просто ни с чем не сравнивые. Большое вам спасибо. Я просто по образованию филолог, и мне это очень интересно. И мы сегодня, кстати, побывали в библиотеке имени Карамзина. Конечно, тоже уникальная библиотека. Увидели самую большую, самую маленькую книгу. Ну, собственно, наверное, такие именно мероприятия тоже позволяют популяризовать не только средства массовой информации, но и книгу, печатное слово, и, собственно, где мы были бы, если бы не было этого слова. Поэтому огромное спасибо. Просто вот тронута, восхищена. И знаете, и самое удивительное, это те люди. Ну, просто это, конечно, уникальные люди. Они влюблены в свою профессию. Они какие-то вот, ну, это, я не считаю, что это обидно. Они как не от мира сего. Они такие вовлеченные, они такие одухотворенные. Они так рассказывают, с таким пиететом, с такой какой-то вот заботой, так вот трогательно как-то вот. Знаете, как будто боятся вот прям вот испачкать что-то там, или как-то что-то вот, не дай бог, нарушить какую-то гармонию. Ну, просто. Большое спасибо. Правда, очень нравится. Спасибо вам. Задейте, что в журналистике и в СМИ будут работать именно такие люди, которые вовлечены, которые не только могут, но и хотят это делать. С удовольствием. Спасибо. Ой, спасибо. Спасибо.